И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик пойдет непосредственно по игровой части, сегодня у нас тест новых двух устройств на рельсу, они уже у нас вышли недельки, наверное, так две назад, но я как-то до них до сих пор не доходил, поэтому сегодня потестим поджигающие снаряды, оглушающие снаряды на рельсу, я думаю, что по одному бою на одном и на втором устройстве будет вполне достаточно, дабы рассмотреть данных два устройства, что касаемо устройств и их функциях, наверное, по названию уже и так все понятно, поджигающие дают поджог на танк, который равен примерно тому же самому поджогу, который у нас имеется на смоке с поджигающими снарядами, ну а что касаемо оглушения, то там буквально где-то на одну секунду стопится танк по урону, примерно рельса наносит такое же количество, как и стандартная дефолтная рельса без каких-либо устройств, поэтому посмотрим, что можно сделать с такой рельсой в матчмейкинг боях, ну и понятное дело, что я буду на Викинге, по резистам у меня там особо выбрать не из чего, по режиму давайте, наверное, TDM, TDM, стандартный дефолтный TDM, в котором, я думаю, что полноценно можно рассмотреть данных два устройства, ну и увидеть то количество резистов, которое в матчмейкинге на постоянной основе встречается, ну и понятное дело, что выберем, какой из этих двух устройств будет лучше, они оба являются больше, наверное, вспомогающими, хотя на поджог, может быть, можно как-то еще использовать, но вот второе устройство точно является вспомогающим, я более чем уверен, что его нельзя максимально эффективно использовать на постоянной основе в матчмейкинге, ну и смысла, наверное, особо в этом большого нету. Так, есть у нас с поджогом, я так понимаю, типа ревеса, но она почему-то васпика не подожгла, да, у меня с поджогом, почему она не подожгла васпика, интересно мне знать, у того васпика иммунитета никакого я не вижу, иммунитета никакого я не вижу, где поджог, плюс у меня здесь кризис, было бы неплохо, наверное, какой-нибудь бустер иметь, чтобы была броня, но у меня такой возможности нету, что касаемо самой ревесы, ну, где поджог, она точно с поджогом у меня, это с поджогом ревеса, я поджога не вижу просто, как работает, как работает это ревеса, где поджог, ну окей, я наношу по 2 600, где поджог, я кидаю урон, окей, кидаю урон, а, вот она как работает, один раз 297, один раз 297 с ревесы дополнительно, ну, поэтому, чело вообще ничего не проходит, поэтому, чело, 150, 150, поджога меньше, чем отжиги, 148, и свелся, 900, по 150, х2, ну, что я могу сказать, ну, так с такими копейками, мало что ты сделаешь, очень слабо, очень слабо, 148, х2, 148, 143, 3 раза 143, почему тут 3, а там до этого было 2, я не понял, в чем разница, в чем прикол, я, честно, не понял прикола, немножко не понял прикола, ну, давайте попробуем, что можно вообще сделать с этой ревесой, например, с овердрайвом, был бы еще противник, по которому можно было бы заказать урон, да, еще и ревеса, видите, как, последняя ревеса, которую выдаешь, она, типа, потухает, ну, такое, 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 я скажу, что не совсем актуальная ревеса, и с точки зрения ее перезарядки, там перезарядка не стандартная, не дефолтная, она медленнее, медленнее, она больше склонна к перезарядке с крупнокалиберкой, урон вылетает неплохой, но, вот этот вот поджог, он, как по мне, очень слабенький, очень слабенький, то есть, с таким поджогом, ну, я бы отдал, отдал бы предпочтение, уж лучше крупнокалиберки, которые будут наносить еще больше дэмэджа, да, и даже без этого поджога, хотя, ну, вот, видите, какие-то килы бьются, сейчас забираем, 3 тысячи, вот видите, поджога нет, я не понимаю, то есть, один раз поджог работает, другой раз поджога нет, соответственно, еще и сама рельса какая-то китайская, да, то есть, она то дает поджог, что не дает поджог, как это работает, я не понимаю, почему она работает не на постоянной основе, может, она как со смокой, типа крит когда-то есть, когда-то нет, или что, я в хз, короче, я не читал характеристики, но, исходя чисто из сухих цифр, да, то есть, сначала есть поджог, потом нет поджога, но это как-то максимально странно выглядит, да, я понимаю, что у нас и так матчмейки не совсем стабильно сейчас работает в последнее время, да, и типа, это может быть норма, что там, где-то что-то не проходит, там еще что-то. Ну, и вот это последняя рельса, которая потухает без выстрела, тоже как-то выглядит не очень красиво, не очень красиво. Ну, спорное, очень-очень спорное устройство, очень спорное, прям максимально спорное устройство, и я бы, ну, не отдал бы предпочтение этому устройству, я бы сравнивал бы его, как я уже сказал, с крупнокалиберкой, то есть, окей, поджигает, окей, рельса работает нестабильно, уронно с поджогом наносит маленькое количество, соответственно, для меня оно не может быть лучше, чем крупнокалиберка, если оно не может быть лучше, чем крупнокалиберка, значит, в принципе, смысла от этого устройства в матчмейкинге очень и очень мало. Ну, это объективно, как бы, без никакой доли хейта и недовольства к этой пушке. Ну, вот видите, сейчас, например, даже Кла. Может, и в каких-то моментах можно его использовать, но, если я уж буду сравнивать, как я уже сказал, с крупнокалиберкой, то я бы отдал бы предпочтение крупнокалиберке. Второе устройство, которое будет стопить танк, мне кажется, это вообще очень интересное устройство, есть там еще быстрый перезаряд, вообще, наверное, прикол, можно половить с оперирсы. Так, давайте попробуем еще один овер прожать. Прожму еще один овер, хоть еще киллов сюда. Вода так, в принципе, ну, чуть-чуть побыстрее, наверное, крупнокалиберки. Поджога мало. Было бы больше поджога, посильнее бы танк горел бы. Ну, хотя бы примерно горел бы танк, как хоппер, например, вот в овердрайв прожимает. Вот примерно бы так танк бы горел. Я думаю, что было бы норм. Было бы норм. Так вот поджога не хватает, это видно. То есть, если добавить этому устройству поджога, то, возможно, оно станет очень крутым. Ну, если, конечно, в боях не будет большое количество иммунитетов от поджога там и прочих движений, да. То есть, если такая возможность будет, то, в принципе... В принципе, наверное, можно будет использовать это устройство атака, но не актуально. Я бы сказал, оно не актуально. Можно брать и использовать другие устройства. Так, по этому устройству все понятно. Все понятно. Так, оглушающие снаряды. Кстати, что касаемо пробития рельсы, да. Если я не ошибаюсь, такого теста не было. Но если вы хотите, то мы отдельным видосом, если, например, этот видос 150 лайков набирает, мы запишем с супер пробивающими снарядами, то устройство имеет смысл быть. И я вам даже смогу показать, как эффективно можно использовать именно данное устройство. Но сегодня его теста не будет. Сегодня мы потестим вот еще оглушающие снаряды. И все. И все. И все. Двух устройств, я думаю, что вполне будет достаточно. Пикаем еще одну командную боючечку. Посмотрим, как она себя показывает. Можно, конечно, еще посмотреть. Будет немножко сухих данных. Да. Не только цифр, но и данных. На Википедии. Если так, чисто под сравнение посмотреть. Но это уже, наверное, в дальнейшем. Либо кто, как бы, заинтересован в этих устройствах. И у кого он упал. Упало это устройство. Да, например, у вас. Можете сами заглянуть. Посмотреть на танковики. Возможно, для себя что-то интересное увидите. В поле, куда я стреляю. Перезарядка, к слову, тоже не такая быстрая. Перезарядка примерно такая же самая, как перезарядка с поджогом. По урону 1600. Стандартный, дефолтный. Но зато... Перезарядка дольше. Перезарядка дольше. Перезарядка дольше. Стопит танк на одну секунду, да, примерно. А если она стопит танк на одну секунду, то это может быть эффективно лишь, наверное, в каком-нибудь регби, да. Вот, видите, я опять дал. И она не заступила там. Вы думаете, у него есть иммунитет? А у него никаких иммунитетов нет. У них нет... У него нет никаких иммунитетов, абсолютно. И как это работает? Так, вот там один танк заступился. Здесь окей. Ваншот. Ваншот. Вышел танк. Ну такое, знаете как? Ну, спорно, спорно, очень спорно. 4000. 2000 в среднем, да, да. Это с бустером, с повышенным уроном. Давайте попробуем его заступить. Посмотреть, насколько он стопнется. Он не попал. Не, не попал. Меня быстро отфокусили. Я даже и не знаю. Вот если так подумать, как его и где можно грамотно использовать такое устройство. Но с моим скиллом на рельсе точно нигде. Но с тем скиллом, например, кто хорошо играет на рельсе, да. То есть, где вы можете использовать такую рельсу эффективно. Ну, команд, вам надо именно играть командой, это точно. Да, то есть, вы играете командой. И это может быть, ну, например, захват флага, да, либо рагли. Где вам реально надо заступить противника, чтобы тот не смог либо увезти, либо еще что-то сделать. Ну, баншоты залетают. С баншотами тяжело, конечно, чтобы показывать. Сам баншот из сетевника. О, заступил. Стоп стал. Ну, довольно быстро спадает этот стоп. То есть, есть два устройства, да. И два устройства по балансу слабые. То есть, если идет акцент на донатные устройства, то, наверное, в этих донатных устройствах, по моей логике, должна быть какая-то имбовость. Правильно? Ну, чтобы был смысл в использовании этого устройства. Если смысла в использовании этого устройства нету, и оно не нагибает, то, а смысл его покупать? Смысла, значит, покупать это устройство тоже нет. Ну, логично. Я думаю, что логично. Поэтому, для меня все очевидно плюс очевидно. Я не вижу особого смысла в этих устройствах. Их надо апнуть. Они должны быть получше в балансе. Чтобы они были актуальны, их надо апнуть. Апнуть их очень просто. Ну, чуть-чуть. Пару секунд стопа добавить. Чуть больше поджога добавить. И на эти устройства станет... Станет просмотр совсем с другой стороны. Да, то есть, вы сможете уже для себя получить что-то новое, что-то интересное. И как-то уже пофармить на этих устройствах намного жестче сможете. Где этот тип? Не понимаю. Ну, вот, застопил я, да? Окей. Одну секунду, чел постоял в стопе. Но этого мало. Этого мало. Да, если там какая-то жесткая рубка, и вам надо быстро застопить, чтобы чел, например, не поставил флаг или мяч, Может быть, этого времени в каких-то ситуациях вам хватит. Но в простом матчмейкинге, где вы играете в соло... Ну... Боюсь вам, что ничего не хватит абсолютно. Может быть, как-то можно с овером еще поступить. То есть, если каждая рельса будет со стопом вылетать, Может, как-то можно грамотно останавливать противника. Но зачастую этот стоп не работает. Да, вот если бы, например, на джиггернаут он бы работал. На джиггернаут он не работает теперь. Соответственно, ну... Ты не можешь на постоянной основе застопить противника. У которого столь большое количество здоровья. То есть, так-то на постоянной основе у вас не будет попадаться игроки с большим количеством хп. Не максимум будет выживать, ну, две рельсы. Две рельсы. Первый застопил, второй добил. Ну, или там он аптечку поражал, максимум с третьей добил. Но этого мало. Этого мало определенно. То есть, для таких стопов я считаю, что такая рельса не нужна. Можно спокойно играть без такой рельсы. И спокойнейшим образом реализовывать свои моменты, свои возможности. Поэтому, поэтому, поэтому я считаю, что на данный период времени ни одно из этих двух, прошу заметить, двух устройств не актуально. А вот третье устройство, о котором сегодня речь у нас не пойдет. Оно, как по мне, вот как раз таки является той самой лакомой, хорошенькой, бомбической темочкой, которую можно очень интересно и грамотно использовать в практически любом бою матчмейтинге. И то устройство является отличным вспомогающим устройством, которое на постоянной основе будет наносить противнику пробитие. И за счет этого и вы, и ваши тиммейты смогут максимально эффективно реализовывать себя в матчмейтинге. Как-то так, друзья, как-то так. Пишите свое мнение по поводу данных двух устройств. Если кто-то из вас имеет уже на данный период времени одно из этих двух устройств, и вы на нем играете, то напишите, каково вам играется. Может быть, я не прав. И может быть, вы реально жестко можете разваливать с этими устройствами. Хоть я и заработал два первых места в двух боях, я все-таки считаю, что это было сделано не за счет этих лично устройств, а за счет того, что, во-первых, у меня на кризисе дополнительный урон, во-вторых, рельса как бы, ну, наносит хороший дэмэдж. Наносит хороший дэмэдж. И то, что я заработал, что там, что там первое место, это было не благодаря этим устройствам, а благодаря тому, что сама пушка хорошо работает. А вот если чуть-чуть апнуть и добалансить эти два устройства, тогда мы увидим совсем другую картину, и, возможно, эти два устройства покажут себя совсем с другой стороны, и их можно будет максимально четко, эффективно и грамотно использовать в матчмейкинговых боях. У меня, друзья, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр, поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, ну и, как я уже сказал, если вдруг 150 лайков набирается на этом видеоролике, мы сразу же выпускаем новое видео игрового формата с супер пробивающими снарядами на рельсе. У меня все, всем спасибо, всем пока! Чао!